Хочешь перемен в своей жизни, будь выше обстоятельств. Меняйся сам и не упускай шанс, предоставленный судьбой. Тогда и окружающий тебя мир засверкает новыми красками. Здравствуйте. Да, все зависит от нашего желания, стремления, ну и, конечно же, неустанного плодотворного труда во благо народа, родной земли. В начале Тахлина Амы обзор основных событий недели. 24 июля президент Узбекистана провел телефонные беседы с главами России, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Турции. В беседе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсуждены состояния и перспективы развития узбекско-российских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подготовке и реализации крупных инвестиционных проектов в отраслях экономики. В ходе разговора с президентом Туркменистана Гурвангалыбердом Мухамедовым отмечена важность полномасштабной реализации договоренностей и соглашений, принятых по итогам двусторонних встреч на высшем уровне. Подверждена обоюдная приверженность дальнейшему продвижению узбекско-туркменских отношений, добрососедства и стратегического партнерства. Конкретные аспекты взаимодействия обсуждены президентом Узбекистана в ходе встречи с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Эсен-Миратом Аразгильдеевым, состоявшейся 24 июля. В беседе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым стороны с удовлетворением отметили динамичный рост объемов взаимной торговли, успешную реализацию совместных проектов, расширение транспортного сообщения, развитие интенсивных контактов на уровне бизнеса и между регионами двух стран, а также насыщенную программу культурно-гуманитарных и деловых мероприятий в рамках года Узбекистана в Казахстане. В телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмамали Рахмоном особое внимание было уделено вопросом подготовки первого государственного визита руководителя Таджикистана в Узбекистан и наполнению повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне конкретным содержанием, в том числе новыми взаимовыгодными проектами. Конкретные направления долгосрочного сотрудничества были обсуждены главой нашего государства с президентом Кыргызстана Соранбаем Женбековым. Подтверждена взаимная заинтересованность в развитии полномасштабного партнерства, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической и других сферах. В беседе с президентом Турции Реджапом Тайпом Эрдоганом особое внимание было уделено продвижению инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных производств, модернизации энергетической, транспортно-коммуникационной и туристической инфраструктуры в регионах нашей страны с участием ведущих турецких компаний и банков. 26 июля глава государства провел видеоселекторное совещание по вопросам реализации проектов с привлечением иностранных инвестиций, устранения недостатков в этом направлении и ускорения освоения инвестиционных средств. На совещании подвергнуто критике неудовлетворительное состояние работы в этом направлении. Президент дал поручение ответственным лицам утвердить новые отраслевые графики для освоения основной части средств международных и иностранных финансовых организаций в августе-октябре и полного выполнения прогнозных показателей до конца года. Также подвергнут критике тот факт, что перечень проектов, реализуемых за счет всех источников, в 2019 году все еще не готов, хотя до конца текущего года осталось менее шести месяцев. Даны соответствующие поручения по формированию проектов инвестиционной программы на основе предложения о проектах, финансируемых за счет всех источников. 27 июля под председательством президента прошло видеоселекторное совещание, посвященное реальному состоянию работы по раннему предупреждению преступности, вопросам дальнейшего повышения ответственности органов внутренних дел и иных государственных ведомств в этой сфере, устранения имеющихся в системе проблемы и недостатков. В центре обсуждения были также задачи внедрения концепции «безопасная столица» и «безопасный город», вопросы профилактики правонарушений среди молодежи, дорожно-транспортных происшествий. В центре внимания были и вопросы подготовки кадров для сферы. 24 июля глава государства подписал постановление о дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии на основе постановления Акционерное общество «Узбекфильм», преобразованного в государственное унитарное предприятие. Установлен порядок, согласно которому с 1 января 2019 года художественным советом «Узбеккино» осуществляется ежегодное тематическое планирование производства кинопродукции по государственному заказу. Вводится система эквотирования производства художественных фильмов по жанрам. Также с 1 января 2019 года вводится система эквотирования объемов показа отечественных художественных фильмов в кинотеатрах страны. Документом предусмотрены и создание центра переподготовки и повышения квалификации работников сферы киноиндустрии. Определены его основные задачи. Кроме того, предусмотрено налаживание сотрудничества со Всероссийским государственным институтом кинематографии имени Герасимова. 27 июля за подписью президента вышел указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства в целях устранения бюрократических преград на пути развития бизнеса. Документом предусмотрена отмена с 1 сентября 2018 года плановых проверок, не связанных с финансово-хозяйственной деятельностью субъектов предпринимательства, проверок, проводимых в порядке контроля. С 1 сентября 2018 года инициирование проверок предпринимателей осуществляется на основе результатов системы риск-анализа. 28 июля президент Республики Узбекистан, верховный главнокомандующий вооруженными силами Шавкат Мерзиёев, посетил воинскую часть в Мирабасском районе города Ташкента. Главе государства была представлена информация о проведенном в воинской части ремонте, проектах по модернизации сетей связи в системе обороны, автоматизации процессов боевой и учебной подготовки. В этот же день руководитель страны посетил Центральный военный клинический госпиталь Министерства обороны. Глава государства дал поручение по оптимизации территории госпиталя реконструкции зданий, оснащению их современной аппаратурой, привлечению сюда зарубежных клиник и специалистов. Еще одним событием недели стала Министерская конференция по обеспечению свободы вероисповедания в Вашингтоне. В ней участвовали около 600 представителей из 80 стран мира. Это главы внешнеполитических ведомств, представителей международных, религиозных и общественных организаций, в числе которых и делегации Узбекистана. Форум открыл госсекретарь США Майкл Помпео. Отмечая значимость повестки, он обратил внимание на важность изучения передового опыта стран в этой сфере. В частности, подчеркнуто, что мероприятие можно рассматривать и в качестве логического продолжения узбекско-американского диалога в данном направлении, приоритеты которого были обозначены во время встречи президента США Дональда Трампа с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым в мае текущего года. Глава Госдепа особо подчеркнул, что администрация США уделяет пристальное внимание вопросам обеспечения религиозной свободы при выстраивании своей внешней политики. Когда процветает религиозная свобода, процветает страна, пример тому Узбекистан, мы приветствуем шаги, предпринимаемые Узбекистаном для построения более свободного общества. Мы глубоко убеждены, что указ о религиозной свободе как никогда раньше возымеет положительный и поступательный эффект на страну, её общественность и в целом на регион. Участникам встречи подробно изложены инициативы президента Шавката Мерзиёева по распространению идеи просвещенного ислама. Подчеркнуто, что Узбекистан обладает глубокими корнями в этом вопросе. Особо выделено решение главы нашего государства по созданию в стране Международного научно-исследовательского центра имени имама Аль-Бухари, Центра исламской цивилизации, а также Исламской академии Узбекистана. Также констатировано, что это решение президента Узбекистана созвучно с инициативой президента Дональда Трампа по учреждению Глобального центра по противодействию экстремистской идеологии в Эр-Рияде. Особо отмечена важность работы с молодёжью для предотвращения угрозы радикализма. В этой связи сообщено об инициативе президента Узбекистана о разработке и принятии Международной конвенции ООН о правах молодёжи. Посол США по особым поручениям Сэм Браунбек подчеркнул, что рад отметить, что в некоторых странах вопросам религиозной свободы придаётся особая значимость и сегодня. Мы слышали об особом прогрессе, достигнутом Узбекистаном в данной сфере. Я признателен за проявляемую вами открытость и решимость найти пути решения столь чувствительных вопросов. По итогам форума принята декларация министерской конференции, в которой подтверждена приверженность стран-участниц дальнейшему продвижению свободы вероисповедания.